Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Дуро Вот расскажи Что произошло Там В НАТО И факты И дальше Твое понимание В НАТО Произошла Большая клизма Которую С собой Привез Трамп И Поставил В НАТО Туда Куда нужно Многие детали там в СМИ не обсуждались, не говорились, но Трамп вкратце говорит, слушайте, так дальше происходить не может. Не может такого быть, что мы оплачиваем практически все, а вы ничего, и еще требуете от нас больше. В принципе, еще что там произошло, то, что они проголосовали, чтобы был создан новый отдел НАТО, целая сфера, которая будет отвечать за быстрое реагирование, перебрасывание войск в Восточную Европу. Что это значит? Это значит, что американские корабли перебрасывают быстро американских солдат в Восточную Европу, чтобы Восточная Европа сильно не переживала, что на них нападет вот этот плохой дядька, с которым пока что они торгуют газом и за наш счет, опять. И он говорит, Трамп говорит, слушайте, мне надоело, что вы пользуетесь Америкой как банковской машиной, ATM, как банкоматом, из которого вы все время вытаскиваете деньги, туда не кладете, а потом еще его пинаете и говорите, слышь, ты медленно выдаешь и мало. И должны каждый внести свою долю, потому что, знаешь, это как, Леон, мы с тобой пойдем на ужин, возьмем Сергея с собой, да, и все, и я вам скажу, ребят, вы знаете, вы хорошо поужинаете, я угощаю, потому что, ну, я много денег зарабатываю, вы не так много. На следующий день мы опять идем, я опять платим, потом опять идем. Но я понимаю, что с каждым разом вы заказываете все больше и больше, и все дороже и дороже блюда. И вы уже, извините, уже поправились как следует. У меня есть предложение, у меня есть предложение, не брать, когда ты поймешь, что не брать Сергея. А, ну вот он и говорит, он говорит, ребят, а может поделимся, может и все время я буду, а то что-то вы наглеете. Давайте хотя бы по процентам нам, я зарабатываю 100 долларов, я заплачу 10, вы зарабатываете 50 долларов, вы заплатите 5, да. А то вы зарабатываете тоже 100 долларов, и я 100 долларов зарабатываю, а я почему-то плачу 75. Ну, да. Это неправильно, ты бы пригласил Сергея потом в следующий раз на ужин, а Сергей и ты нахально мне орете в морду, что, а, тогда ты не уважаешь своих партнеров. А нахрена мне такие партнеры, ты скажи, как вы с Сергеем. Ну, хорошо, и какое же, вот, так сказать, мы знаем, что Обама приезжал и тоже говорил, так сказать, правда немножко заискивающе, что ребята там надо платить больше. И Буш младший, так сказать, приезжал туда же и говорил то же самое, крутится все. Ну, да, но они говорят, да, надо платить, но если не платите, то ничего страшного, мы заплатим, главное, чтобы не переживали. А вот чем отвечается... А дальше, далее, что он сказал, он сказал, я так между строк думаю, ну так что, госпожа Меркель, а вам не кажется, что вы себе подготавливаете очень теплое местечко, потому что тот, кто строит Северный поток, это ваш коллега. И когда вы не будете канцлером, вы займете его место, поэтому про коррупцию здесь даже мне не начинайте. Все это выглядит очень коррумпированно. А они говорят, ну, за эти же деньги, что мы не тратим, мы тогда привозим беженцев с Сирии. А кто этих беженцев создал в Сирии? Не Владимир ли Владимирович создал этих беженцев в таком потоке, что Израиль еле удерживается их на границе, этих несчастных людей? И потом эти же беженцы, которых вы принимаете, производят антитеррористические акты против Соединенных Штатов и сегодня вот запускают там разные антитрамповские вещи. Ну не работай так, не будешь ты дружить с такими людьми, если бы это были люди, а не страны. Глупость. Да, то есть, давай подытожим, да, значит, приехал Трамп в НАТО и, как уже третий президент подряд, и, так сказать, много раз уже говорил, сказал, ребята, там записано у нас в наших договорах, и вот, пожалуйста, вот, так сказать, ваши подписи стоят, что вы должны давать не менее двух процентов, ни нам, ни американцам, но вкладываться в вооружение для того, чтобы ваши армии были, нормально существовали. Вкладываться в свою безопасность, в свою же безопасность. Собственно, да. Мы вкладываем в Америку 3,5 процента и таким образом, так сказать, являемся там, так сказать, значительно дальше вас, быстрее вас, так сказать, и прочее, мощнее вас, ну понятно. Но, тем не менее, если вы вообще ничего не вкладываете или вкладываете там, всего 5 стран вкладывает 2 процента, остальные там 24, ничего не вкладывает. И эти 5 стран, это новая Европа, не старая, это бедная Европа, это Болгария, Польша, Болгария, Румыния. А вы, да, большие ребята, вы этого не делаете, и Германия с ее, так сказать, огромной, на самом деле, индустрией, промышленностью отстает и меньше 1 процента дает. А кроме того, так сказать, вот как ты сказал, вот что вы начали делать, вы начали, так сказать, с тем самым врагом, против которого мы создали это НАТО, вы делаете так, что ваша страна будет зависеть от этого самого врага, 60-70 процентов вашего газа будет идти из России, а, значит, вы никогда не пойдете против своего населения и оставите его зимой без топлива и без газа, то есть, иными словами, что Россия скажет, как скажет, высоко прыгает, так вы и будете прыгать. Какой же вы к черту? Потому что она вам правда может устроить холодную войну. Конечно, именно холодную, да, очень холодную. С Грузией она это делала, с Украиной она это делала. Значит, кстати, поток вот этот, который сейчас второй строится, он строится специально мимо там, так сказать, Украины, Польши и тому подобное, для того, чтобы сегодня-то, для того, чтобы отключить, скажем, Украину, тебе надо отключить и Германию тоже, потому что через Украину идет. А если он построит Европу, да, он спокойно будет снабжать, так сказать, дальнюю для него Европу, он будет снабжать по второму. Вот только он на первом, он возьмет, перекроет, скажет, у нас там взорвали плохие, вы сами взорвали его, так сказать, у нас там не работает чего-то, поэтому теперь Украина газа, там, и все остальные газа получать не будет. Замечательно. Хорошо, разобрались с этим. Значит, а что Германия на это говорит? А она ничего не говорит. Ты видел лицо Меркель, когда я сказал про клизму, то я говорил в прямом, потому что она стояла с таким лицом, как будто она держит 40 литровую клизму. А что они могут сказать? Они говорят, мы беженцев берем, мы тратим деньги на беженцев, вот на что уходят наши деньги. Теперь они запросили, Германия запросила 700 самолетов американских, чтобы разместили на территории Германии. Знаешь, что такое 700 самолетов? Нет, я не понимаю, что это значит. Окулярный денег. Это, по-моему, 3 триллиона долларов. И это должна оплатить Америка. У нас это больше, чем половина самолетов, которые находятся у нас. А зачем ей нужны эти самолеты? Чтобы не тратиться вообще? Чтобы ее защищать? Защищаться от России, наверное. Кто еще может в том регионе летать? Китай, Россия? Китай. А, скажи, пожалуйста, дальше, значит, разговор также шел о дисбалансе торговом, потому что при этом Трамп увязывал как бы дисбаланс наш торговый. Что такое дисбаланс? Это значит, мы пускаем товары европейские сюда, а Европа ставит части наших товаров рогатки или вообще не пускает, либо ставит большие пошлины, делает их неконкурентоспособными. И таким образом Европа завозит сюда, скажем, в два раза больше товаров, и мы каждый, каждый божий день, мы теряем, каждый год, мы теряем, ну, скажем, в стопом 50 или 120 миллиардов долларов на том, что нам не дают туда завозить товары, одновременно требуя, чтобы мы тратили наши деньги на их оборону. Ты думаешь, какие есть у Трампа способы давления, потому что, ну, вот предыдущие, как я уже сказал, два президента говорили, ничего не получилось. А какие у Трампа есть способы давления, чтобы получилось? Ну, я думаю, что, смотри, я не экономист, потому что многие такие так называемые экспорты, я люблю, когда они всегда называют, я экспорт в экономике или экспорт в политике, или экспорт в это, ну, эти экспорты, знаешь, все экспорты, я тоже экспорт. Ну, это экспорт, да, только люди, в этих делах экспортов нет, есть люди, у которых есть какой-то опыт и знание, а те, которые, как только они называют себя экспортами, я сразу, я сразу начинаю, я начинаю чесаться в самых неприличных минутах. Да, давай все-таки подумаем, какие у нас есть способы давления, я не экспорт в экономике, но я понимаю такую вещь, что выглядит это нечестно. Чтобы им продать Мерседес или БМВ или какую-нибудь китайскую резиновую какашнюю на стране, они ничего не, они за что произвели, за такую-то маржу могут это продать в США. А наше государство никаких препятствий им, кроме там безопасности, не делает. А чтобы нам продать Chevrolet или Ford в Германии, они на 30% его делают дороже и накладывают на него пошлину, так называемую. Но это нечестно, это не конкурирует. Многие говорят, что это принесет какой-то ущерб экономике когда-то. Я этого не понимаю, потому что я не экономист. Но я понимаю то, что это неправильно, это нечестно. И я думаю, единственное, что может Трамп опять же сделать, что когда он внедрит эту систему, он уже ее внедрял, внедряет, то у него будет просто, наша экономика будет сильнее и он будет более популярный. Потому что, ну, все же делается, чтобы он был непопулярный, да? Но народ видит, что то, что при нем, оказывается, вещи работают. И он просто не человек, который полон любезности. И даже когда ты видишь, его фотографируют, где он стоит там с королевой или с каким-нибудь президентом или на каком-нибудь саммите, ему неприятно. Он стоит, он дергается, потому что эти все любезности, какая у вас хорошая собачка, какая у вас прекрасная семья, какая у вас прекрасная жена. Ему это, он говорит, все, сфотографировался, пошли работать. Да, дело хочет делать, да? Дело, дело, да. Да, а эти все вот эти дипломатические помпезности и разговор никуда, его раздражают. Поэтому я думаю, что он другой. Ну, я только что сейчас смотрел CNN здесь, европейский, конечно, умор. Они спрашивают, что вы протестуете про Трампа в Великобритании, в Лондоне. Они спрашивают, что вы протестуете? Ну, как обычно, он расист, он сексист, он все, что угодно, он разделяет страну. Они ни разу не спросили, ну, хорошо, вы считаете, что он расист, приведите один пример. Этого они не спрашивают. Они просто ходят спрашивать. И одна женщина говорит, с ребенком стоит, я здесь, потому что я против Трампа. А что вы против? Что вам не нравится в Трампе? Он против кормления женщины грудью. И они это показывают. Он хочет запретить женщинам кормить грудью. Хочет он, чтобы издали такой указ, приказ, что весь мир должен будет перестанет кормить детей грудью. И таким образом бедные африканские дети будут умирать от голода. Ну да. Хорошо. Значит, Англия. Ты тоже считаешь, что это хорошо, что надо запретить женщинам кормить грудью? Нет, я думаю, что надо, чтобы женщины в два раза больше кормили детей грудью потребовать. А я считаю, что вот такая, как она, и те, которые в СНН это показывают, было бы желательно, чтобы в детстве не кормили грудью. Может быть, генофон как-то очистился от этих дебилов. Ну, тогда нужно, не хочу в эфир, но надо делать другие вещи. Запретить что-то другое тогда. Слушай, значит, смотри, уезжая, как бы перед переездом в Англию, было большое интервью, единственное интервью, эксклюзивное, мировое эксклюзивное, значит, как представлено это было, с газетой Sun. Трамп, это одна из самых популярных европейских и самая популярная, наверное, по читабельности газета в Англии, на английском языке, на том континенте, где Трамп сказал несколько совершенно поразительных вещей. То есть, он, конечно, умудряется. Каждый раз, когда он открывает рот, получается сенсация. Вот, как человек умеет говорить так и такое завернуть, извиняюсь за слово завернуть, я не имел в виду, так сказать, никого обидеть, да, но чтобы сплошить всех. Значит, первое, он заявил, что, значит, ему резко не нравится, каким образом Англия, значит, Brexit ведет, то есть, разделение с Европой, с Европейским Союзом, что таким образом не разделяет. Потому что, смотри, 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 Леон, ты в фейк-ньюс уже, вот ты уже в фейк-ньюс, я тебе, он не сказал, что ему это не нравится. Он сказал, что если это произойдет, то нам придется торговать с Европейским Юниемом, а не с Великобританией. И это не его решение. Он сказал то, что может случиться. Он не сказал, мне нравится это или не нравится, он сказал, что ему Борис Джонсен нравится, это да. Давай я исправлю тогда себя с фейк-ньюс на, так сказать, потому что я делал вывод, а ты прав, надо давать и вывод. Я хочу, чтобы ты был честный человек. Ой, я попытаюсь. Значит, сказал он следующее. Я, значит, когда мы разговаривали с Терезой Мэй насчет Brexit, то я предложил ей определенную дорогу, как это сделать. Она пошла другим путем. Значит, я предлагал, я чуть-чуть переначиваю, но это суть действительно того, что он говорил. Значит, я предлагал делать это резко, жестко, так сказать, и прочее, а она идет очень мягким путем, что похоже приведет к тому, что нам придется торговать не с Англией, а с Европейским Союзом, как ты совершенно правильно сказал, что делает это совершенно другой сделкой. И, возможно, вот те самые, так сказать, большие дела, которые мы планировали с Англией, подписание всяких контрактов, обязательств и прочее, нам придется продумывать. То есть, возможно, даже придется отменять. Это первое, что он сказал. Второе, что он сказал... Смотри, давай вот разберем это. Давай. Почему он это говорит? Потому что все в шоке, да, все в шоке. Почему он это говорит? Потому что раньше сидел такой президент, как Обама, который понимал в бизнесе или вообще в сделках или в договорах. Бубкис, ничего. И он говорит, да, гениальная идея, конечно, госпожа премьер-министр, вы гениальны. Это, конечно, это надо делать. Неважно, что ваша партия против этого, неважно, что Европейский Союз против этого, неважно, что это все развалит. Он говорит, слушайте, если вы это сделаете по договору, по контракту, нам придется делать другое. И мы рвем этот контракт, создаем другое. Он подходит к этому с деловой точки зрения, а не просто вля-ля-ля с дипломатической, чтобы всем угодить. Он говорит, это так не сработает просто так. Это должно работать вот так, и так, и так по договорам, по всем. Хотя нам он сказал, нафиг неохота работать с Европейским Союзом, они тоже сложные клиенты. Вот что он сказал. И вот это создает сенсацию, это создает, о май гад, что он сказал, что он говорил. Он сказал так, он сказал это с точки зрения человека, который понимает, о чем он говорит. А те, которые не понимают, что они говорят, они слышат в этом, что он хочет взорвать весь мир. Я, главное, совершенно с тобой согласен. Как по пункту с НАТО все должны вносить, договорились. Это как я сейчас подписал контракт с кем-то, там, о какой-нибудь поставке. Я поставляю, мне оплачивают. Я поставляю, вдруг мне говорят, знаешь, я не буду все это оплачивать, я половину буду давать. Как половину? А вот так. Потому что другая идет на гуманитарные. Да, а мне нужны деньги, потому что у меня там жена любит танцевать и на танцы, а дети любят там апельсины кушать. Поэтому, если я буду тебе отдам все, что я обещал, то я не смогу купить детям апельсины. Я все очень хорошо понимаю. А при этом Трампа, человека, который говорит, вы что, ребята, с ума сошли, мы договорились о чем-то, а вы теперь прям по ходу дела меняете те самые, его называют человеком, который раскачивает лодку. По-моему, раскачивают лодку совершенно другие люди. А когда я подаю в суд на людей, которые мне не заплатили за что-то там по бизнесу, то что, меня тоже будут говорить, что это я виноват в этом? Ну, полная ахинея. Нет, конечно, ахинея, он не раскачивает лодку. Эти люди, он купил эту лодку, он гребет на этой лодке, а эти сидят и делают дырку в этой лодке. Он говорит, эй, перестаньте делать лырку или дайте мне, верните хоть какие-нибудь бабки за эту лодку. А они говорят, а ты не уважаешь, ты не ценишь нас как партнеров, не ценишь нас как партнеров. Эй, вы нас сейчас потопите всех, придурки. Хорошо. Значит, с Джонсоном, с Борисом Джонсоном, его, так сказать, Сан, вот эта вот газета Сан, с ним разговаривал замотделом политики этой газеты, известный очень журналист. Он говорит, как вы относитесь к Борису Джонсону, который только что уволился, ушел из правительства, он, как мы знаем, был министром иностранных дел в Британии, и он-то как раз за тот же курс разрыва с Брексита, с Союзом Европейским, похоже очень на Трампа. Значит, Трамп говорит, он, это прекрасный материал для премьер-министра, он представляет из себя. Значит, интервью не было опубликовано, то есть оно появилось на свет, когда в тот самый момент, когда Тереза Мэй с Трампом вышагивали перед строем солдат. То есть они пошли в поместье, на ужин, на обед, на ланч, я уж не помню на что, и в этот момент к ней примчались ее помощники рассказывать, чего Трамп наговорил в этом интервью. Я себе представляю, как она там в обморок упала в этот момент. Я думаю, она-то уже упала в обморок, но потом он должен был встречаться с королевой Англией. Я думаю, даже что королева Англии, наверное, подумала, интересно, что же он мне скажет. Даже, наверное, поэтому... Но, слушай, это все подделывается. Я думаю, что это уже даже такой неопытный человек и наивный человек, как я, уже видит, что это идиотизм. Сейчас по СНН у нас что объявили? Что Розенстин обвинили 12 советских разведчиков, 12 советских агентов в том, что они участвовали в подделке. Почему они сейчас вышли с этим? Давай поговорим после перерыва. Вот сейчас мы пойдем на перерыв, а потом после перерыва мы пойдем уже к России. Продолжая нашу программу, напомню, Леон Майнштейн, Юрий Табак и говорим о том, что происходило на саммите НАТО и, может быть, какие-то прогнозы о предстоящей встрече президента Трампа и президента Путина. Я напомню, телефон студии 847-400-5200. А те из вас, кто смотрит эту программу на Facebook или в YouTube, ваши комментарии, задавайте вопросы, я обязательно дам знать нашим ведущим. Пожалуйста. Прекрасно. Очень хорошо. Вот мы перед самым перерывом коснулись уже темы встречи Путина в понедельник с Трампом. И Юрий начал говорить о том, что 12 русских разведчиков обменили в Мюллер, и Рот Розенстайн это озвучил, обменили в indictment, то, что называется по-английски, в попытке вмешаться в наши выборы. Юра, какие есть у тебя соображения? Ну, единственное, что я хочу сказать, что, судя по тому, что сообщает здесь наша пресса, президент знал об этом уже в середине недели. То есть, в среду он уже знал об этом. Это не то, что к нему неожиданность. То есть, президент знал и не остановил это, а одобрил это. Значит, уже можно было сделать это, скажем, через неделю, через три дня после встречи с Путиным, правильно? А сделали прямо накануне. Вот твои мысли. Ну, это просто специально они делают. Они делают все, чтобы это... Они это сделали не только накануне, они это сделали в момент, когда Трамп встречается с королевой Англии, Великобритании. В этот момент, пока он встречается, они выходят и дают пресс-конференцию. Чтобы все, даже если похоже, что может быть что-то позитивное выйти про Трампа, им надо это подкосить. Им надо вытащить из-под него ковер, как говорится. Поэтому они вышли и сказали сейчас, и все начали кричать, он должен отменить этот саммит, он должен отменить, он должен не встречаться с ним. Он только что сказал, что Борис Джонсон был бы хорошим премьер-министром. Борис Джонсон не друг Путина, а тоже неправильно. Что бы то он ни сделал. Если он сейчас пройдется по воде, они скажут, да, он плавать не умеет, этот идиот. Если он сейчас изобретет лекарства против рака, они скажут, что будут придумывать, как бы что-нибудь сделать, что это еще хуже жить дольше и без боли, чем умереть от рака. Ну, не важно, что он будет делать. Ты думаешь, что это операция против Трампа? А может быть это наоборот, операция, которая подготовлена на самом деле с Трампом? Нет, это не операция против Трампа. Это операция против Америки, против наших ценностей и против того, что наши отцы, основатели хотели видеть в нашей стране. Это диверсия. Он президент страны. И вовсе время американская власть постоянно его не может, не имеет права его подкашивать. И у меня впечатление, что они хотят ядерную войну. Они хотят ядерную войну, чтобы сказать, ага, мы же говорили, что Трамп сделает войну. Ну, на том свете уже, конечно, мы будем это говорить. Но чтобы даже доказать, что они правы, а он не прав, что он плохой. Ну, вот мы же знаем уже, что один из самых популярных в Америке ведущих программ, Майя, значит, сказал 2-3 недели тому назад, что он хочет, чтобы Америке было плохо, чтобы была жуткая безработица, чтобы был экономический упадок, а только ради того, чтобы люди не переизбрали Трампа в 2020 году. То есть он желает Америке бедствовать, людям страдать, потерять работу и тому подобное, с одной только целью в голове. Плевать на Америку, главное, чтобы Трампа не было. И это он еще умеренный. Он умеренный. Вот что поразительно во всей этой истории. Ну, это опять, это диагноз, это какая-то, это ненормально. Это когда взрослые люди говорят, когда ребенок говорит, я сейчас пойду, шапку не буду носить, чтобы уши у меня отморозились, бабушки назло. Но это, вот это они себя так ведут, это наши лидеры, это те, кого мы избрали. Вы не против принять звонок от радиослушателей? Да, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа, еще раз. Здравствуйте, Леон, здравствуйте, Юрий, спасибо за передачу. Вот такой вопрос. Какое-то время тому назад, Аливер Стоун создал фильм о Путине. Ну, всем было понятно, что это был чистый заказ. Он из него сделал там просто чуть ли не праведника и так далее. Теперь, пару дней назад, объявил факт, что Крис Уоллес собирается делать интервью с Путиным, и это будет идти в понедельник, там, в какое-то время. Вот у меня вопрос. Какую цель может преследовать тот же, допустим, Крис Уоллес в интервью с Путиным, и для чего это вообще нужно? Просто, честно, непонятно. Может быть, у вас какие-то есть соображения по этому поводу? Спасибо, я послушаю. Да, конечно. Спасибо за звонок. На самом деле, все безумно просто. Крис Уоллес – журналист. Для журналиста очень интересно со всех точек зрения поехать в самую горячую точку и побеседовать там с кем угодно. Хоть с монстром, хоть со святым, там, и тому подобное. Для телевизионной станции, в этом случае, так сказать, Fox – это промоушен, это еще что-то такое, что люди будут в огромном количестве смотреть. Никаких политических целей Крис Уоллес не преследует. А преследует чисто журналистскую цель, которую очень легко понять. Юра, какие-то соображения есть по этому поводу? Я с тобой согласен. Просто мне иногда... Я думаю, что там такие деньги во всем этом крутятся, что, ну, доходит до абсурда. Вот сейчас в Украине я... Здесь они даже смеются над тем, что футболист Хорватии, который то ли три года, то ли шесть лет играл за Динамо, в переодевалке на свой личный телефон, на свой личный телефон сказал «Слава Украине!» Ну, блин, это хуже, чем Хай Гитлер, блин. Или еще... Его выгнали, значит. Его и тренера выгнали... Ну, его оставили, тренера выгнали с этого чемпионата, потому что мы не... А когда российский футболист поднимает майку на поле перед всеми, поднимает майку, у него под майкой другая майка с портретом Путина, это ничего, это нормально. И когда... Это доходит до разного... Вот абсурда. Допустим... Опять же, вернемся в НАТО. Генсек НАТО говорит «Да, нехорошо Россия поступает, что она аннексирует другие территории, что она нападает, что она разжигает войну в Среднем Востоке, в Сирии, что она помогает Ирану, там, в Северной Корее, что вот эти все... Россия все это делает, да, что она начинает войну, но дружить нам с ней надо, понимаете? Все равно разговаривать с ней надо. Но виноват в этом, во всем, конечно, Трамп. Это он должен отключить Сверху, он должен начать ядерную войну с Россией. Мы... Знаешь, это как все равно... У меня такое впечатление, что это как все равно в Ватикане. Папа Римский скажет, мы, конечно, на 100% против абортов, но, если женщина беременная, то, конечно, тогда ничего страшного, надо делать аборты. Давайте попробуем принять. Для меня этот абсурд звучит примерно так. Ну, Сережа, есть звонок? Да. Пожалуйста. Я извиняюсь еще раз, просто, может быть, я неправильно донес свой вопрос, но мы знаем прекрасно, что Путин — это политик, причем политик ушлый и политик опытный. И именно вот потому, что сейчас Юрий заметил, что там творятся, происходят сумасшедшие бабки, не будет ли это, опять же, заказным интервью для того, чтобы обелить Путина, для того, чтобы американская общественность все-таки решила, вот смотри, какой он такой хороший и как все-таки это красиво. Учитывая то, что, опять же, Путин просто так интервью такому, как Крис Волос или такому, как Афакс Ньюс, просто так интервью, для него это абсолютно не нужно. Так вот, теперь вопрос самый главный. Не будет ли это обыкновенной заказухой для того, чтобы его отбелить после визита Трампа? Спасибо. Я попытаюсь ответить сейчас, Эллиот. Во-первых, я не считаю, что президент Трамп политик. За это мы его и любим, что он не политик. За это его ненавидят эстаблишмент, что он не политик. Президент Путин, я не считаю, что он политик, он КГБшник, если так, откровенно говоря. И он использует разные трюки КГБ. Вот чему учили, то так себя человеком ведет. Если я буду президентом, все будут ходить в строя. Если Леон будет президентом, наверное, все будут ходить по театрам и по галереям, хотя им хочется просто посидеть на лавочке и выпить. Но это не важно. Мы каждый делаем то, чему нас учили. Поэтому по-любому эту встречу российские СМИ, все леваки, все пропутинские движения разнесут. Будет Валос брать у него не поверю, не будет Валос. Что великий дипломат и великий президент Путин опять смог обыграть, опять смог поставить. И теперь уже даже Трамп уже лег под него. Вот что будет. Я вам обещаю, что это точно будет. Сколько в это денег вкладывается или кто какую там игру играет, я не знаю. Но это произойдет. Ну да. Что Крис Валос будет делать за казуху? Нет, он не будет делать за казуху. Зачем Путин идет на это интервью? Потому что Путин уже проинтервировался пару раз у американцев. Решил, что он достаточно легко вылезает из вежливых, приятных вопросов того же Оливера Стоуна, того же Миган Келли и тому подобное. И поэтому он и здесь все легко вылезет. За пределы того, что он хочет сказать, он не выйдет, не будет ничего говорить. Вопрос, так сказать, обязательно будет про этих 12 российских разведчиков. Он скажет, что это полное вранье, выдумка ваших спецслужб. Для него же соврать... Он скажет, докажите, докажите, где это. А по большому счету в этом он как раз и прав. А почему мы не разведываем наше вмешательство в израильские выборы? Мы разведываем, мы знаем, что мы вмешивались, мы деньги давали, мы пытались, так сказать, мы логистику давали и тому подобное. Да мы вмешиваемся. значит, нам можно, а русским нельзя. Ну, сейчас истерика. Смешно то, что сначала Оливер Стоун, значит, левый-левый-левый-левый, создал такой фильм гимн Путину, а сейчас эти левые все были счастливы от этого. А потом, значит, эти же левые сейчас кричат, что Путин исчадия ада. Я не к тому, что он не, я к тому, что их бросает из стороны в сторону в зависимости от того, что им сегодня нужно. То есть, абсолютно Орвел, вот на полслове, прямо, так сказать, начальство говорит, так, меняем позицию, они тут же меняют позицию, даже не помнят уже, что была другая позиция. Ну, ладно. Я советую всем посмотреть фильм «Смерть Сталина», британский фильм, когда там в политбюро они голосуют, Маленков дает речь, он говорит, поэтому мы должны все единогласно проголосовать, они поднимают. Но если у нас получится товарищ какой-то, нет, они все опускают руку, потом опять поднимают, потом опускают их все в форму, они не знают, куда он ведет, он то туда ведет, то сюда ведет. Но мы знаем, что левые хотят, у них каждый день одна и та же задача, брать и избавиться от Трампа любым способом. Они уже не знают, что найти. Значит, с моей точки зрения, во время, так сказать, беседы о Германии и с канцлером Германии, Трамп проделал одну очень интересную вещь именно в преддверии встречи с Путиным. Значит, сказав, что Америка достаточно, так сказать, резко против сделки, которую Германия, значит, совершила, совершает сейчас, с Россией. И, значит, если эта сделка сорвется, если умудрится Америка эту сделку сорвать, то Россия, ну, это просто жуткая катастрофа, потому что разговор идет о 400 миллиардов долларов, сейчас не помню точно за какой период времени. Огромные деньги, огромные надежды на этот самый Северный поток-2 у них и прочее. И Трамп вдруг за три дня до переговоров с Путиным вдруг вылезает и говорит о том, что вообще-то, так сказать, нам эта сделка не нравится, и, значит, в Америке тоже есть полно газа, мы можем поставлять, нельзя зависеть от России, значит, настолько, насколько вы собираетесь зависеть. То есть, всеми силами, как бы, говорит, мы можем помешать этой сделке. Я думаю, что это очень серьезный удар по Путину, и ему придется очень передумывать очень многое из того, о чем он собирался говорить с Трампом. Ну, да, я думаю, что да. Но по-любому встреча с Трампом придаст внутри страны для внутреннего поедания огромные очки для Путина. Для Путина. Ну, конечно, но я говорю, что они расцвистят, что вот Путин, какой он мудрый, как он опять их делал и разложил всех на лопатки. Ну, хорошо, а с твоей точки зрения зачем тогда встречаться, если в России это большой плюс, Европа перепугана, а в Америке все средства массовой информации начнут, как мы понимаем, начнут кричать, что значит, все прошло опять ужасно. Зачем тогда встречаться? Потому что есть моменты, которые они должны обсудить. Слушай, царь Соломон еще говорил, что нельзя брать город в окружение и не дать выход из этой ситуации, не давая выход из этой ситуации. Никуда деться мы не можем. Это огромная страна. Россия с ядерным оружием с ней говорить нужно. С ней переводить. Но я думаю, что разговор у Трампа будет жесткий с ним. Я еще думаю, что здесь непростая игра идет. Почему? Потому что во время этой встречи туда едет еще один премьер-министр Натан Яхл. и у них это будет и я думаю, они начинают работать в тандеме. Трамп с Натан Яхл. Как 9 мая они это сделали. Поехал good cup и bad cup они играют. и я думаю, они скажут Путина, чтобы он успокаивался в Сирии. Потому что это доведет совсем к нехорошему концу. Потому что Трамп может сказать, знаешь, что Сирия твоя, ты теперь иди с ней разбирайся. мы больше не умеешь. Вот тебе это головная боль Сирия. А Россия не захочет Сирии. Потому что многие думают, что она там завязнет. Начнет писать туда войска, начнет второй Афганистан. Нет. Я не думаю, что Путин такой дурак. Он скажет тогда Ирану. Иран, знаешь, вот Сирия твоя, ты с ней дальше разбирайся. А вот этого израильтяне как раз не хотят. И Трамп этого не хочет. Вот это один, я думаю, будет момент обсуждаться такой острый угол. Второй, то, что опасно. У нас нету каналов связи между Россией и Америкой с военной точки зрения. даже при советской власти у нас был красный телефон. Если какая-то ракета взлетала или что-то происходило, трубку президент мог поднять и сказать, господин президент, произошла ошибка, господин генерал, это не так выглядит, как есть. Он говорит, хорошо, Вася, все нормально. Мы будем следить, вы нас предупредили, все очень здорово. У нас нету сейчас этих каналов. Это очень опасно, потому что мы ведем боевые действия в одном и том же российские самолеты хулиганили, гоняли туда обратно перед ним. И она сказала, это непрофессионально и это очень опасно, потому что мы хотя видим, что он летит как консервная пустая банка, на нем ничего нет, но кто-нибудь когда-нибудь может подумать, что этот самолет проектирует корабль и его собьют. И это может привести к разным инцидентам. Раньше мы могли позвонить и сказать, перестаньте хулиганить. Перестаньте хулиганить, потому что сейчас доиграйте у нас, потому что следующий самолет, который пролетит мимо нас, мы его собьем. А сейчас у нас нету таких музеев. Я вот думаю, что это еще одну вещь, которую они смогут обсудить, чтобы восстановить вот эти отношения между военными. Третье, я думаю, чтобы для прессы и для дипломатии они могут договориться, у них козырей-то мало вообще в колоде, с которой они могут играть. Они могут договориться восстановить дипломатические отношения, вернуть каких-то дипломатов, вернуть какие-то полпредства, консульства открыть обратно и в Америке, и в России, которые пару лет тому назад они поскрывали. Ну, это будет такой жест доброй воли, как бы. Но я думаю, что они будут обсуждать и Украину, и украинскую проблему, что будут обсуждать этот мост из России в Крым. Он построен, что очень много нарушений разных договоров, которые были нарушены России. Наверное, ракеты средней дальности они обсудят, потому что это все очень-таки вещи опасные. Путин, конечно, не хочет, чтобы Америка поставила дивизию в Польше, которая Польша просит и говорит, что она оплатит. Все помимо своих двух процентов в НАТО, не в НАТО, а в бюджет военный, она еще плюс, будет содержать целую американскую дивизию. Там, которая, конечно, уйдет откуда, из Германии. Путин этого не хочет, потому что ему надо будет отвечать чем-то, а отвечать ему нечем. И вот я думаю, что вот такие вещи, они острые углы, это должны обсудить, потому что это просто опасно. Но, к сожалению, нашему президенту намешают все, но они ему не дают работать, ну вот ты хоть тресни, вот это леваки, они хотят, пусть лучше в Америке пропадет, но это, знаешь, напоминает район, откуда мы с тобой приехали, где пусть вот лучше корова сдохнет, но чтобы соседу было еще хуже. Ну, конечно, да, да. Я не думал, что у нас в Америке такое возможно, но похоже еще похлеще получается. А в Сирии, мне казалось, Америка заинтересована в варианте разделения Сирии на две части, одна часть, что называется, остается с Россией вместе с осадом, а вторая часть, там по Ефрату, если не ошибаюсь, остается за теми, кто там, с курдой, сопротивлялся осаду, там суниты, которые там имеются, потому что оловиты это шииты, это иранские люди, а там еще достаточно большое население сунитское, поэтому я думаю, что будет, я думаю так, что будет предложение о разделе, скажем, на две Сирии, как, так сказать, когда-то было с Германией, там, так сказать, и тому подобное, скорее. Это может быть Пакистан, Индия, Бангладеш, такая вещь тоже может быть, конечно. А насчет Украины, дело в том, что если Трамп не привезет какие-то конкретные шаги России, связанные с Украиной, то восстановление консульств, посольствам, так сказать, и тому подобное, будет смотреться, как уступка абсолютная Путину, и вот тут уже, так сказать, голоса, наверное, так сказать, наверное, будут так выйти, что будет слышно. Леон, как ты не крути, как мы с тобой не будем здесь сейчас кричать, все равно, все будет в России, и у нас по всем фейк-ньюсу будут показаны, что это уступки Путину. Это произойдет, что бы он ни сделал. Да, если даже он привезет одну обложенную ногу Путина в Вашингтон, и покажет, вот, смотрите, что я вам привез, они скажут, все равно это ты уступил, потому что ты только одну ногу привез, она должна была... Это... Это... Я понимаю эту часть, но есть еще и другая часть, что называется, что в действительности произойдет. И если произойдет что-то связанное с Сирией, и что-то связанное с Украиной, имеется в виду выход России, по крайней мере, из двух этих областей, Луганск, Донецк, и разделение Сирии на две зоны влияния, тогда, по крайней мере, что-то такое произошло, и какой-то процесс пошел. Если этого не будет, то я не вижу, каким образом Конгресс разрешит снять какие-то санкции, потому что Путин... Путин... Трамп не может, естественно, снимать санкции сам, у него эту прерогативу, так сказать, отняли, да? Нет, и у него ее не отняли, он ее сам отдал. Сам отдал, окей. Пожалуйста, не будь частью фейк-ньюс. Эта функция передана Конгрессу, и, значит, Трамп сам отменить эти санкции не может. Значит, ну, я надеюсь, что... Я вообще против того, что была напряженность. Я, как ты понимаешь, я очень не люблю режим Путина, так сказать, самого Путина, там, и все остальное, то, что они пытаются там организовать, то, что они уже организовали, это кошмар. Но, смотря с точки зрения Америки, Америка совершенно не обязана, не должна думать о замене режима в России, точно так же, как Россия не имеет права лезть к нам и пытаться, так сказать, у нас поменять режим или воздействовать на наши выборы, да? Поэтому, разговаривая вот так, внутренние дела России, это внутренние дела России, но, как только они становятся внешними, а именно борьба, так сказать, с Украиной война, в Грузии, в Приднестровье, кстати, НАТО по этому поводу выпустила коммуникает, так сказать, спасибо им большое, они, правда, болтают, ничего не делают, тем не менее, хотя бы болтают. Но ты знаешь, что означает NATO? Да. Аббревиация, да? Знаешь, что она означает? Ну, если ты имеешь в виду что-то не совсем то, что имеют в виду они, то скажи. Это означает no action talk only. А, окей, да, Нейтан, да. Ну да, ну вот они подтвердили свое название полностью. Хорошо, Юра, мы, так сказать, уже близки буквально одна минута до конца этого часа, который мне было очень интересно, я надеюсь, что и людям, которые нас слушают, было интересно. А что-то ты хочешь добавить о том, чего ты ждешь как результат не что фейк-ньюс скажут, а что ты ждешь как результат встречи Путин. Я надеюсь, ты понимаешь, я шучу, когда я называю, что ты фейк-ньюс. Это меня шуток и такие солдаты. Я понимаю, я не имел в виду себя, я имел в виду по стране нашей, Ты совершенно не фейк-ньюс. Буквально 30 секунд, скажи, что ты думаешь? Я думаю, что у них пройдет точно так же встреча, как и с Ким Чин Уном. Они покажут, что они могут разговаривать друг с другом и не надо из-за этого паниковать, потому что как паниковали, а, зачем он назвал Ким Чин Уна ракетмен, потому что он начнет ядерную войну, а, потом зачем он с ним разговаривает или дружит, все время паника, все время истерика. Я думаю, что тут тоже будет всегда истерика, потому что истерика, а, он назвал его человеком Путина, с которым можно договориться. Я хочу сказать, это очень сложно объяснить американцам, это очень сложно объяснить европейцам, но мы-то знаем, мы-то знаем, что происходило, когда товарищ Сталин давал кому-то орден. Что дальше происходило? Что? Расстрел. Расстрел. Окей. Поэтому мы заканчиваем. С сожалению. Не надо все воспринимать так, как оно вам кажется. Спасибо огромное всем, кто слушал. И до следующей передачи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова